Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Да будет интернет! Высокоскоростной доступ в мировую паутину получили сочинская школа и медпункт. Весь Большой Сочи за час. Глава города провел мини-планерку на борту вертолета. Привит, значит вооружен. В Сочи началась вакцинация против гриппа. Рядом и поменьше в Олимпийском парке Сочи построят новую арену для керлинга. Создание цифровой экономики и ликвидация технологического неравенства. В Сочи сегодня состоялось межрегиональное совещание лидеров цифрового развития. Участие в мероприятии приняли глава Минкомсвязи России и губернатор Краснодарского края. Константин Носков заявил, что в 2021 году в стране не должно остаться социально значимых объектов без высокоскоростного интернета. Представителей отрасли поприветствовал и Вениамин Кондратьев. Он отметил, что без современных IT-решений невозможно дальнейшее построение эффективной экономики. В Краснодарском крае уже есть успешные примеры внедрения цифровых систем в предоставлении госуслуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине и агропромышленном комплексе. Вы люди профессиональные, а я пытался что-нибудь такое тоже сказать. На самом деле, я думаю, что вас ничем не удивить и в терминологии, и в подходах. Как бы мы ни говорили, и не подбирали умных слов, все, что мы сегодня будем обсуждать, вы будете обсуждать. Цифровая экономика, она, конечно, в первую очередь должна влиять на качественную жизнь людей, жителей. Для меня это принципиально, потому что нет смысла ничего говорить. Если не будет качественного улучшения жизнедеятельности человека, для меня это принципиально важно, жителя края. Поэтому, конечно, мы в первую очередь стремимся к чему? Чтобы информизация способствовала, по крайней мере, сокращению сроков получения госуслуг, максимальному сохранению ресурсов. На Кубани уже сейчас высокоскоростным интернетом охвачено 70% жителей, а к 2024 году возможность подключения к мировой паутине будет у всех кубанцев, как в крупных городах, так и отдаленных хуторах. Участники межрегионального совещания посетили сегодня школу в сочинском селе Черешня. Там большое событие – школу подключили к высокоскоростному интернету. Губернатор подчеркнул, ни один район края не должен быть оторван от цивилизации. Черешня считается отдаленным населенным пунктом, расположен поселок в горной местности. Провести интернет в сельскую школу, признаются специалисты, было задачей не из легких. Но в итоге скорость интернета здесь даже выше заявленной. Этому в 67-й школе рады как школьники, так и учителя, которым также приходилось делать домашнюю работу. Дома все приходилось готовить, искать, приходить к детям уже с подготовленным материалом. Сейчас это можно будет, подготовку к урокам и к ЕГЭ, можно проводить прям онлайн обучение на уроки. Для нас настолько это, ну, почти в шоке, так можно сказать, что у нас такое есть сейчас, с такой большой скоростью интернет. Это очень здорово, я считаю, потому что это даст нам много новых возможностей. Мы сможем проходить какие-либо курсы в школе, участвовать в онлайн олимпиадах международных, пользоваться различными справочными материалами, литературой, которая может помочь при подготовке индивидуального проекта. Интернет нужен в основном в старшей школе для обучения, подготовки к ЕГЭ и поступления в университет. Будет гораздо легче готовиться, обучаться, искать какие-либо курсы и справочные материалы. Высокоскоростной интернет сегодня появился не только в школе села Черешня, но и в местном ФАПе, оказывающем медицинские услуги жителям этого и близлежащих сел. Это порядка 7 тысяч человек. Теперь здесь появится возможность ввести электронную документацию, обмениваться данными пациентов с поликлиниками и больницами, предоставлять электронные больничные. До конца года в рамках нацпроекта и программы «Цифровая экономика Российской Федерации» высокоскоростной интернет появится на 73 социально значимых объектах Сочи, образования, здравоохранения, в подразделениях пожарной охраны. До конца года высокоскоростную сеть запустят и в 39 школах курорта, более половины из которых – сельские. К концу реализации национального проекта в 2021 году к высокоскоростному интернету в Сочи будут подключены 105 социально значимых объектов. Глава правительства отметил положительный опыт Кубани в оформлении льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Дмитрий Медведев накануне провел заседание Президиума Совета при президенте, на котором обсудили реализацию национальных проектов здравоохранения и демографии. Совещание прошло в формате видеоконференции с регионами страны. В нем принял участие и губернатор Краснодарского края. Кредит по сниженной ставке 6% годовых на Кубани начали выдавать с начала прошлого года. На нее могут претендовать семьи с двумя и более детьми. Вениамин Кондратьев доложил, что в крае проводится большая разъяснительная работа, а жителям помогают формировать пакет документов для подачи в банк. Хочу поблагодарить достаточно очень оперативное взаимодействие федеральных министерств и ведомств. Всех в рамках реализации национальных проектов, и особенно демография, все соглашения подписаны, я считаю, вовремя, что позволило нам быстро скассировать деньги и на самом деле активно включиться в реализацию национальных проектов, в частности демография. Что касается 6% годовых ипотеки для семей 2 и более ребенка, то, безусловно, мы тоже этой возможностью решили активно воспользоваться, потому что у нас достаточно много многодетных семей в нашем крае. Практически все сотрудники Министерства социальной защиты были закреплены за районами. В самом большом доме культуры, либо помещении собрали максимальное количество многодетных семей, объяснили им возможность, которая в них в жизни появляется, после чего попросили собрать все документы, и в ближайшее отделение соцзащиты они должны были со своими документами прийти. Дальше, можно сказать так, оператор, который в лице работника соцзащиты принял этот пакет документов, а дальше уже он начал работать и с банком, и через банк с застройщиком, который банк прорекомендовал. Таким образом получилось, что многодетной семье пришлось только прийти в банк и подписать договор ипотеки. Сегодня мы имеем практически 895 семей, на сумму 1 миллиард 700 миллионов получили ипотеку. Вот и весь результат. И максимально сегодня мы эту цифру набираем, потому что уже пошло сарафанное радио. Людям действительно ведь это нужно объяснять. Мы с вами понимаем, что это нужно не чиновникам из Москвы, не сотрудникам, которые работают в федеральных министерствах, а нужно людям, которые живут в этих регионах. Если это вот так, как было сказано сейчас Вениамином Ивановичем, заниматься этим в ручном режиме, в данном случае это абсолютно правильно, просто людей собирать и объяснять, какие возможности есть, конечно, количества людей, которые воспользуются этими возможностями, будет больше. Это просто инициатива, которую должны проявить региональные и муниципальные власти. В настоящее время программа по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми доступна для тех, кто покупает квартиры в новостройках. До 2026 года на Кубани появится 40 особо охраняемых природных территорий. Об этом говорили на совещании губернатора с экологами. В Краснодарском крае намерены максимально сохранить зеленые зоны. Для этого утвердят их новые границы. О чем переживают общественники и как оставить флору и фауну, в первозданном виде узнаем из нашего следующего сюжета. Создание особо охраняемых природных территорий в регионе – одно из первых поручений Вениамина Кондратьева на посту губернатора. Последние четыре года на Кубани устанавливают границы таких неприкасаемых зеленых зон. За это время по одному памятнику природы появилось в Кущевском и Туапсинском районах и Краснодаре. В краевой столице удалось сделать еще и четыре рекреационных площадки. Однако темпами работы глава региона недоволен. До сих пор не утверждены границы шести особо охраняемых природных территорий. И в этом вопросе время играет не на стороне экологии. Пока мы ведем работу по созданию этих территорий, кто-то ведет огромнейшую тоже работу, подпольную, теневую, чтобы эти территории застроить. Я с уважением отношусь к строительному сектору экономики. Но тем не менее, понятно, там коллеги, они призваны с точки зрения своей жизненной позиции зарабатывать. Это правильно. А мы призваны создать им условия для того, чтобы не зарабатывали, но точно определить, где не могут зарабатывать, а где не могут зарабатывать. К 2026 году в Краснодарском крае должны появиться 40 особо охраняемых природных территорий. Подобный статус для них, как прививка от неконтролируемой застройки и перехода земель в частные руки. На совещании в администрацию региона губернатор специально пригласил экологов. Активисты особенно переживают за агрийский заказник в Туапсинском районе. Кое-где успели начать строительство жилых домов. Мы просим стопорнуть или вернуть проект, делали его вообще сами изыскания в 2013 году, в 2014 происходили. И это наиболее актуальные границы, которые действительно мы можем сохранить. Границы агрийского заказника по поручению губернатора утвердят до 1 декабря. Основной принцип – включить в них как можно больше зеленых зон. Конечно, бывают случаи, когда природные территории созданы еще в прошлом веке. И в то время там появились санатории, дома, которые сейчас уже невозможно исключить из существующих границ. Но возможно не допустить уничтожения еще первозданной флоры и фауны. Не нужно идти по пути расширения курортных муниципальных образований. Не нужно. Еще раз подчеркиваю, мы никогда не преодолеем проблему этих холупок, которые у нас есть, потому что мы расширяем сегодня территорию для бизнеса, который хочет, понятно, заходить и строить. Так пусть он заходит, скупает эти холупки и вместо холупок строит, если нужно, красивые санатории, отели и жилье. Но вместо холупок, а не вместо лесов, которые прилегают сегодня к муниципальным образованиям. Нам уже расширяться некуда. Куда вширь? Заходят и покупают то, что есть на вторичном рынке, как в ведущих мировых курортах. Все проекты, связанные с утверждением границ особо охраняемых природных территорий, Вениамин Кондратик попросил своих коллег из администрации согласовывать с общественниками. Принимаемые документы в первую очередь должны улучшать не бумажную статистику, а экологическую обстановку региона. Как памятку о том, что можно еще сохранить на Кубани, активисты подарили губернатору книгу. Спасибо вам большое. Атлас растений природной флоры Кавказа. Коллеги, главное, чтобы здесь все, что тут есть, чтобы ничего из этого атласа не выбыло. Ничего, друзья. Вот это наша стратегическая с вами задача. Вот то, что мы видим, вот эту природную флору, должны видеть те поколения, которые будут через 300-500 лет после нас. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». От Красной Поляны до Магрия Алексей Копайгородский провел мониторинг территории с вертолета. Мэр облетел все 145 километров Большого Сочи за час. Алексей Копайгородский посетил поселок Красная Поляна, села Кепша и Эстасадок. С высоты осмотрел горнолыжные курорты. На другой конец города, на границу с Туапсинским районом, он полетел над горными аулами. Особое внимание Алексей Копайгородский уделил пляжам Лазаревского района. Мэр поручил реконструировать набережную, сделать ее сквозной на протяжении всех 12 километров поселка. А главное, доступной для местных жителей и туристов. Для этого будет проведена работа с собственниками прибрежных участков, руководителями санаториев и РЖД. Кроме того, мэр поручил контролировать ситуацию с отсыпкой пляжей, чтобы не допустить сужения пляжной полосы. Облет вызван в том числе необходимостью предотвращения чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой, выпадением большого количества осадков и повышением уровня воды в реках Большого Сочи. Мосты, береговые укрепления, федеральная трасса и железнодорожная ветка, каждый из объектов оценивали с точки зрения обеспечения безопасности во время оползней и паводков и санитарного состояния. Кроме того, во время облета было обнаружено несколько стихийных свалок и также ряд неучтенных строительных объектов и заброшенных зданий. В целом, как отметил Алексей Копайгородский, такие облеты дают полную картину того, в каком состоянии находится город и его инфраструктура. Все данные мэром поручения уже направлены в работу отраслевым структурам. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 16 октября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 21-23 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 20. Более 8 тысяч военнослужащих ракетных войск и артиллерии провели боевые пуски ракеты и стрельбы на 30 полигонах Юга России. Особое внимание при проведении учения было уделено контрбатарейной борьбе, так называемым артиллерийским дуэлям, а также стрельбам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров. На заключительном этапе учений прошли масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов «Искандер», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц и других систем. Всего в учениях подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа приняли участие более 8 тысяч военнослужащих на полигонах в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и в Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. К другим новостям. Ломота в мышцах, высокая температура, отсутствие аппетита. Первые симптомы гриппа знакомы каждому. Многим знакомы и его тяжелые осложнения. Тем не менее, далеко не все задумываются о вакцинации. Как прививочная кампания стартовала в Сочи и почему укола не стоит бояться, расскажем в следующем материале. Здравствуйте. Я на прививку пришла. Медсестры процедурного кабинета знают эту пациентку в лицо. Татьяна Романова не пропускает ни одной прививки. Вот и сейчас пришла за вакциной. На этот раз от гриппа. Я каждый год, уже года четыре подряд, я ее делаю. Поэтому, как бы, и между прочим, очень мало я болею, в принципе. Если даже что-то простыло вот в том году, но очень быстро прошло. В этом году, как и в прошлом, в Сочи поступила отечественная вакцина «Совик Грипп». Правда, разработанная с учетом сезонных штаммов. Попадая в кровь, препарат формирует высокий иммунитет против вирусной эпидемии. К тому же, вакцина абсолютно безопасна для пациентов. Не нужно бояться прививок. Мы сегодня используем современные вакцины, которые не дают ни побочных реакций, ни осложнений. О чем так часто говорят по телевидению, на лавочках перед подъездами, обсуждая между собой, прививаться не прививаться. Прививаться однозначно. В этом году только перед первой городской поликлиникой стоит задача привить 50 тысяч сочинцев. На данный момент в стенах этого учреждения вакцинировались уже более 20 тысяч. К счастью, вспышки заболеваемости гриппом на курорте пока нет. Однако вирус уже успел накрыть 23 региона России. Пик эпидемии по стране медики прогнозируют к середине февраля. В этом году население активно очень прививается. И радует, без сомнения, то, что прививается у нас очень активно организованное население. Как правило, работающим сложно бывает организовать свою жизнь и прийти к нам в поликлинику. В этом году мы стараемся делать и выездные бригады, чтобы привить людей максимально в большом количестве, чтобы предупредить развитие эпидемии. В вопросе вакцинации от гриппа медики в первую очередь обращают внимание на пациентов с заболеваниями дыхательных путей, сахарным диабетом и гипертонией. Также, по мнению врачей, прививаться необходимо семьям, в которых есть новорожденные или маленькие дети. В группе риска и люди преклонного возраста. Уже боюсь болеть, потому что возраст такой. Раньше не боялась, сейчас боюсь. Да, если не прививаться, потом тяжело болеть. Многие в стране прививаются, я надумал это сделать. А сколько вам лет? Мне-то молодой, всего-навсего, без двух лет девяносто. Прививочная кампания продлится в Сочи до середины ноября. Уберечься от гриппа и его осложнений можно в любой поликлинике города. Для прохождения вакцинации необходимо лишь направление от лечащего врача. К другим новостям. 54 лидера африканских стран подтвердили свое участие в саммите «Россия-Африка». Таким образом, представители почти всех государств этого континента впервые в истории соберутся вместе на дискуссионной площадке в Сочи. Кстати, российский курорт еще во времена Советского Союза нередко становился местом встреч советских лидеров и руководителей молодежных организаций с коллегами из Африки. Шонима Сюта полюбила Сочи, особенно Чёрное море. Говорит, оно всегда спокойное. Берега ее родного южноафриканского города Дзанани омывают воды постоянно бушующего Индийского океана. На курорте девушка проходит обучение в Международном Олимпийском университете. Мне здесь много мест понравилось. Это и большой спортивно-развлекательный кластер, Олимпийский парк, это и Красная поляна. Кстати, жду, когда там выпадет снег. Ну и, конечно, морской порт в Сочи. Знаете, благодаря тому, что там много бывает зарубежных гостей, вот по моим ощущениям, это место, где переплетаются культуры. Вот туда бы я своих друзей в первую очередь повела. Возможно, кто-то из друзей Шони скоро и приедет в Сочи. На экономические форумы – саммит «Россия-Африка». На курорте ждут свыше тысяч гостей с солнечного континента. Событие уникальное в масштабах мира. Поэтому в Олимпийском международном университете на лекциях об этом мероприятии тоже говорят. Сотрудничество России со странами африканского континента имеет глубокие исторические корни. Наиболее активно они развивались в советскую эпоху. К 1984 году наша страна имела устойчивые дипломатические отношения с 46 странами Африки из 53. Двусторонние встречи были регулярными и проходили в том числе и в Сочи. В наших странах люди старшего возраста целиком обращены в прошлое и думают только о нем. Люди среднего возраста заняты в настоящее время. В будущее же может с ним смотреть только молодежь. Традиционно помимо деловых встреч в программе визитов были экскурсии по главному советскому курорту, были и прогулки по паркам, а некоторые африканские лидеры посадили в Сочи именные деревья. Так, в 61-м году в парке Ривьера на Поляне Дружбы в память о своем визите президент Ганны Квамэн Крума посадил эту магнолию. А это дерево появилось спустя год благодаря президенту Мали Модибу Кейта. В 64-м на советский курорт приезжал вице-президент республики Конго Жульен Букамбу. Его магнолия – самая раскидистая на этой аллее. Еще больше зеленых автографов представители Африки оставили в знаменитом на весь мир Сочинском саду музее Дерево Дружбы. В его кроне растут ветви 45 сортов цитрусовых. Вот та самая ветка, на которой в 60-е годы представители африканских государств сделали свои памятные прививки. Таких прививок в настоящее время более 50. Бирочки, которые здесь находятся, говорят о том, представители каких стран, в какие годы оставили свои зеленые автографы. В саду музея заведено. Все, кто делал прививку на Дереве Дружбы, присылают сюда горсть земли со своей родины. Часть ее хранится в музее, другую высыпают под корни уникального дерева. Так что здесь, говорят, в сочинской земле есть и частички Африки. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Дорожную карту по реконструкции парка «Ривьера» утвердили в мэрии Сочи. О необходимости восстановления и сохранения всего паркового хозяйства говорил глава курорта Алексей Копайгородский во время недавнего обхода. По поручению мэра разработана дорожная карта, в которой прописаны все шаги, все структуры, включенные в работу. При реконструкции необходимо сохранить все историко-культурное наследие парка, его богатый ботанический фонд. Это 240 видов растений, 50 из них представляют особую ценность. Рабочая группа, в которую входят сотрудники администрации, специалисты парка, а также музеи истории города Сочи, начнет полную инвентаризацию всех объектов, расположенных на почти 15 гектарах «Ривьеры». Все работы по планированию завершатся до конца года. Далее парк будут постепенно реконструировать. Парк «Ривьера» – знаковое место для Сочи, главная достопримечательность поляна дружбы. На ней растут магнолии, посаженные известными политическими деятелями и космонавтами. В Олимпийском парке Сочи построят новую арену для керлинга. Об этом агентству ТАСС заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свящев. Арена «Ледяной куб» с мая 2020 года будет перепрофилирована в Центр единоборств. Пока она работает в обычном режиме. В начале ноября там пройдет традиционный этап мирового тура. Строительство новой площадки для керлинга, вместимость которой будет меньше, чем в «Ледяном кубе», планируется рядом с существующей. При этом на время строительства керлингисты смогут заниматься на одной из арен в Олимпийском парке. О закрытии детской школы керлинга в Сочи отметили в Федерации. Речь вообще не идет. 3 ноября на курорте пройдет традиционный легкоатлетический забег «Сочи-марафон». Планируется, что в нем примет участие около 4000 человек из различных регионов страны. Маршрут забега пройдет по знаковым местам курорта. Парк Дендрари, Зимний театр, Морской порт, Парк Ривьера и Морская набережная. В связи с этим 3 ноября с 7 утра до 4 часов дня будет прекращено движение транспорта по улицам Новогинской, Орджоникидзе, Черноморской, Курортному проспекту от пересечения с Черноморской до Парка Ривьера, улицам Воровского, Парковой Конституции. Будут перекрыты и все выезды на них. Марафон затронет и пешеходную зону улицы Новогинской. Также на время забега изменятся маршруты общественного транспорта. Но информация об этом будет опубликована позже. Две медали с первенства мира по тайскому боксу привезли домой спортсмены из Латаревского района. В секции по тайскому боксу в селе Верхняя Беранда занимаются три десятка юных спортсменов от 7 до 17 лет. Занятия три раза в неделю по два часа. Тренер Артур Коваленко рассказывает, мальчишки и девчонки занимались все лето, не дня послаблений. Старания принесли результат. Буквально недавно приехали с первенства мира и завоевали одну золотую, одну серебряную медаль. Но также незадолго до этого мы были на первенстве России. Наши дети там выступили очень хорошо. Заслужили три золотые медали. И как бы, учитывая это, наши ребята попали в состав сборной России и поехали на первенство мира в Турцию, город Анталия. 13-летний Артем Кисян занимается тайским боксом 6 лет. Вполне профессионально рассказывает о том, как на соревнованиях анализировал тактику соперников, чтобы одержать победу. За плечами, как-никак, пять трудных боев. Были очень серьезные тренировки. Ответственно подходили каждому дню. Были кроссы, лапы, работа на физику, гоняли вес. Были очень сложные тренировки. Первый раунд я выиграл, второй раунд мне не дали, и вот третий раунд я тоже выиграл. И победу мне дали. Счастье. Дома, признается Артем, очень радовались, а в школе даже стенд сделали в честь чемпиона. Эрик Кривошеев занимается четыре года, стал победителем первенства Кубок Кавказа и призером первенства России. Сейчас парень четко определил приоритеты на год. Мой соперник был из Адлерского района. Это мой труд, мы с ним хорошо побоксировали. Я его выиграл, и мы оба отобрались на Кубок Кавказа. Был бой тяжелый, но быстро закончился. Моя цель в этом году выиграть первенство Краснодарского края, отобраться на первенство России, и потом уже в августе полететь на мир в Малайзию. Тайский бокс – достаточно суровый вид спорта, но тянутся к нему и девочки. Примером стал для меня мой брат. Когда я ребенком за всем этим наблюдала, мне очень нравилось, как здесь воспитывается характер, дух. И это чувство победы, когда тебе поднимают руку, это на самом деле очень адреналин в крови. Зал мой, как второй дом, можно сказать. Помимо тайского бокса рисованием занимаюсь, так что время есть. У меня у самой проявилось желание, интерес к этому виду спорта. Когда есть желание, когда есть дух, все подключу. После тренировки никто не торопится домой, садятся в круг и слушают тренера. Для своего возраста ребята достигли многого, говорит наставник. Но чем выше ступень, тем больше желающих оспорить титул. Защищать его сочинцам придется уже на ближайших соревнованиях. Моя тайна – сила! Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова